Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Когда диалог – залог успеха в областном центре, прошла встреча председателя Брестского областного исполнительного комитета Юрия Шулейко с послом Казахстана Аскаром Бесенбаевым. Месячник по благоустройству в реализации, где уже был наведен порядок и какие территории находятся под пристальным вниманием представителей вертикали власти. Осилие искусства ценители Эмель Помены встречают в Международный день театра. Об этом и о многом другом в программе «Итоги недели» прямо сейчас. Сотрудничество между странами в различных направлениях – то, что делает сильнее каждое из государств. Об этом хорошо знают в Брестской области и этой простой истины стараются придерживаться. Накануне в областном центре прошла встреча председателя Брестского областного исполнительного комитета Юрия Шулейко с послом Казахстана Аскаром Бесенбаевым, на которой стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества. Говорили об активизации диалога в сфере машиностроения, сельского хозяйства, привлечении инвестиций, открытии совместных производств и многом другом. Подробнее о дружественной встрече в нашем первом материале выпуска. Вопросы взаимного сотрудничества – главная тема встречи председателя Брестского областного исполкома с послом Казахстана, которая состоялась накануне. Поговорить было о чем. Объем внешнеторгового оборота Брестской области и Казахстана немалый. В прошлом году он превысил 130 миллионов долларов США. В основном Брещины экспортируют молоко, мясо, сыр, сахар, а также мебель и плиты для мощения. А импортируют каменный уголь, хлопковое волокно, хлопчатобумажные ткани. Кроме того, на встрече говорили и о проведении заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое, как планировалось ранее, должно было проходить в Бресте. Почему мы начали с Брестской области? Потому что Брестская область является крупным промышленно-аграрным областью, которая обладает большим потенциалом. И сегодня Казахстан, Белоруссия активно сотрудничает в товарообороте, а Брестская область играет ключевую, одну из важнейших ролей. И я надеюсь, что это будет продолжено. В этом году должна состояться Межправительственная комиссия. И первоначально она планировала, что будет проходить именно в Бресте. И в преддверии этой Международной правительственной комиссии я встретился сегодня с председателем Брестского область-полкома, обсудили вопросы взаимосотрудничества. И я считаю, что все-таки важную роль играет взаимодействие регионов. Областному центру есть чем гордиться. Потому в рамках рабочего визита Оскар Бейсенбаев успел детально ознакомиться с экономическим потенциалом региона, посетив флагманы экономики области. В этот список вошли такие предприятия, как «Савушкин продукт», лидер молочной отрасли Республики Беларусь «Санта-Бремор», крупнейшая компания по производству рыбы и морепродуктов «Нелва», один из лидеров легкой промышленности Беларуси и «Гефест техника», крупнейший производитель бытовой и газоэлектрической техники в СНГ. Мы должны способствовать тому, чтобы наши бизнесмены, наши регионы работали напрямую друг с другом. Все-таки, когда работают регионы, когда работают напрямую сами производители продукции, это способствует ускоренному развитию сотрудничества государства. Я должен сказать, что в последние годы изменилось отношение казахстанцев к белорусским товарам. Если, скажем, некоторое время, лет 10-15 назад про белорусские товары знали очень малое количество казахстанцев, сегодня товары Беларуси и Казахстане знают очень хорошо. Сегодня в Казахстане слово «белорусский производство» означает «знак качества». В Брестской области зарегистрировано 9 предприятий с казахстанским капиталом. Заключены соглашения о сотрудничестве с двумя областями – Восточно-Казахстанской и Карагандинской. Правда, как отмечают специалисты, резервы и потенциалы для наращивания торгово-экономических отношений еще есть. Благоустройство и озеленение города – одна из первостепенных задач, которая стоит на повестке дня представителей вертикали власти области и города. Список дел всегда большой. Сюда традиционно входят дорожно-строительные работы, уборка и облагораживание общественных и придомовых территорий, стрижка и посадка деревьев и кустарников. После холодной снежной зимы традиционно наш любимый город приводится в порядок силами различных организаций и общественных объединений. А с 22 марта по 23 апреля реализуются мероприятия в рамках «Месячника по благоустройству». Кто уже внес свою лепту в уборку города и какие дальнейшие планы, расскажет сюжет Людмила Логодич. С 22 марта по 23 апреля в городе Бресте проходит «Месячник по благоустройству и озеленению территории города». У администрации проведено обследование территории Ленинского района, определены проблемные участки, направлены письма жилищным, гаражным, кооперативам, садовым, товариществам и жилищно-эксплуатационным управлением города. По вопросу проведения субботников с привлечением граждан для наведения порядка и озеленения дворовых территорий, территорий гаражных кооперативов и садовых товариществ. Вот и члены общественного объединения «Белая Русь», а по совместительству работники водоканала, после рабочего дня отправились на этот раз не домой, а вооружившись инвентарем, организовали уборочные работы через дорогу от предприятия. Здесь в годы фашистской оккупации было расстреляно более 6 тысяч советских солдат и мирных жителей. И облагородить эту территорию – значит отдать дань памяти погибшим и внести свою лепту в наведение порядка на территории нашего города. Сегодня мы проводим небольшой субботник по благоустройству военных памятников, скажем так. Это дань памяти, мужества и стойкости поколений, прошедших войну. Это благодарность тем людям, которые совершили такой большой воинский подвиг. Благоустройство и уборку города держат под контролем и в московской администрации, которая стала инициатором Оращевской лесополосы по улице Медицинской. И это не единственная территория. Акции по благоустройству запланированы на различных участках района. В целом у нас на март-апрель запланировано порядка 20 разных экологических акций на территории московского района города Бреста, которые проводятся и в преддверии месячника по благоустройству, который городом объявлен с 22 марта по 23 апреля текущего года. И также будут эти работы продолжаться в рамках месячника по благоустройству. С первыми лучами солнца на борьбу с мусором вышли сразу два коллектива. Персонал Брестской областной клинической больницы и порядка 50 учащихся в Медицинского колледже. Главное региональное учреждение здравоохранения ежедневно посещают сотни, а порой тысячи людей. Часть из них проходит через прилегающий лесной массив, а поэтому чистоту и порядок на этой территории необходимо поддерживать. Важно то, что несмотря на занятость, эти люди добровольно откликнулись расчистить лесную полосу от мусора, а вместе решать любые задачи проще. Мы приняли решение принять посильное участие в этом и навести порядок на нашей территории, которая, скажем так, закреплена за нами, мы за ней ухаживаем в меру сил и возможностей. И сегодня первый день, это не конечный день, у нас это одна постоянная основа. С одной стороны, это очень прекрасное, хорошее место, свежий воздух, но с другой стороны, очень печально и то, что загрязняется лесной массив. И поэтому мы решили добровольно убрать, чтобы, как говорится, окружающей среде помочь и себе тоже сделать лучше. Приятно, что к большой миссии по наведению порядка на земле подключаются не только представители органов власти, крупные организации и предприятия, но и инициативная молодежь. Юноши и девушки из городской организации БРСМ приступили к благоустройству территории Брестской крепости, облагораживая ее после зимы. Таким образом, эти молодые люди участвуют сразу в двух проектах в городском месячнике по благоустройству и республиканском восстановлении святынь Беларуси. Здесь больше не как уборка идет, а больше как духовное такое просвещение для нашей молодежи. И вот сегодня конкретно мы убираем именно Брестской крепости, то есть это историческое место, духовное, культурное. Поэтому сегодня мы решили убраться именно здесь, потому что помощь на самом деле огромнейшая территория и, конечно же, помощь нужна. Причины, по которым люди отрываются от привычных дел и включаются в благое дело благоустройства родного города, могут быть самыми разными. Главное, что и сегодня есть те, кто заботится о его чистоте не словом, а делом доказывает свои чувства к малой родине. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о том, что важно и что касается каждого. Развитие безбарьерной среды – одно из тех направлений, которое в последние десятилетия получило особую популярность. К сожалению, тех, кто имеет какие-либо ограничения по здоровью, достаточно много. Однако эти люди хотят быть включенными в городскую жизнь. Они хотят иметь те же возможности для трудоустройства, обучения, отдыха. И у них это отлично получается. Как показал конкурс, проводимый областной организацией «Белтис», новый статус. Если хочешь, у тебя все получится. Около десятка участников со всей Брестской области прибыли в город над Бугом, чтобы показать, насколько они реабилитированы. Наш корреспондент Анастасия Назрин-Плотницкая отправилась выполнять задание конкурсного квеста вместе с его непосредственными участниками. Здание Брестского автовокзала в качестве одной из площадок для старта конкурсного дня было выбрано не случайно. Недавно принятый в эксплуатацию объект оснащен большим количеством фишек, которые делают перемещение по базе для людей с ограничениями по зрению более удобным и комфортным. Кто-то, получив задание, приехал на объект пораньше, чтобы изучить его детальнее. Кто-то за считанные минуты до этапа настраивается на выполнение задания. В первую очередь мы, конечно же, хотим посмотреть на тех людей, которые уже участвовали у нас, то есть, насколько они подросли в плане своего статуса. И у нас есть в этом году новые люди, которые еще ни разу не участвовали в конкурсе. Это довольно-таки приятно, потому что мы видим, что люди с каждым годом все больше и больше начинают использовать все те наработки, все технологии, которые доступны для нас. Заявилось 10 человек. Приехали к нам из Пинска, Баранович, Береза, Брест, город Иваново. В этом году, в отличие от прошлых лет, мы собрали все наши прошлые номинации в единый комплекс, в единое задание, которое состоит из прохождения маршрутов и выполняет определенные задания и задания уже в офисе областной организации. Областной конкурс по элементарной реабилитации людей с инвалидностью по зрению «Новый статус» собрал около десятка желающих доказать себе и другим, что быть адаптированным в городскую среду реально. Одним из первых на полосу препятствий выходит Вадим Антонов. Первое задание – правильно добраться до заданной платформы, где условно разместиться в необходимом автобусе. Далее – ориентация по территории автовокзала, поиск необходимых объектов. Испытание для меня такое уже не первое. На этом автовокзале, конечно, первое. В данный момент меня сподвигло все же изучить эту новую систему, которая тут была установлена. Ну и не так часто я бываю на автовокзале, поэтому надо с ним, тем более он новый, надо с ним больше как-то познакомиться. Задания, которые придумали организаторы для конкурсантов, были в своем большинстве теми опциями, которыми мы каждый день пользуемся в повседневной жизни. Проложить дорогу к нужному социальному учреждению, приобрести лекарства в аптеке, оплатить необходимые услуги в системе ЕРИП и многое другое. И стоит отметить, что со многими заданиями участники конкурса «Новый статус» справлялись достаточно успешно. На всем пути следования их сопровождали члены жюри, которые отмечали качество и скорость выполнения задания. В основном в этом году мы построили на использование тех современных средств, адаптивных средств реабилитации, которые помогают незрячим людям более комфортно, более безопасно чувствовать себя в жизни. В основном это мобильные приложения, использование оплаты через мобильные банкинги, считывание QR-кодов, использование различных сервисов международных для помощи незрячим людям и так далее. Участие в конкурсе «Новый статус» почетно для каждого из конкурсантов вдвойне. Победитель сможет представить регион на республиканском этапе состязания, который состоится уже совсем скоро, также в городе Бресте. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Александр Макаревич. Специально для итоговой программы. К другим темам. С 2012 года более 170 стран по всему миру участвуют в международной кампании по повышению финансовой грамотности среди детей и подростков. С 2013 года Беларусь также присоединилась к числу партнеров. С 22 по 28 марта в рамках Global Money Week уже традиционно проводятся различные акции и мероприятия, приуроченные к данной инициативе. Включая турнир, организованный совместными силами представителей Беларусьбанка и общественного объединения Беларусь под слоганом «Береги себя, береги свои деньги». Много нового на финансовом состязании открыли для себя учащиеся учреждения образования Бреста и Брестского района, а также корреспонденты нашего канала. Лучшие знатоки в сфере финансов и школ деревни Медна, 1-й и 2-й гимназии, лицея номер 1, а также 15-й, 19-й и 20-й школ города Бреста собрались в Габелленовом зале Центра молодежного творчества, чтобы сразиться в финансовом турнире под слоганом «Береги себя, береги свои деньги». Участникам предстояло преодолеть 6 раундов по 7 вопросов. Сегодня в рамках недели финансовой грамотности Global Money Week мы принимаем участие, скажем, в интеллектуальной, организуем интеллектуальную игру с старшеклассниками города Бреста и Брестского района. Подготовлены вопросы по финансам, бюджету, по тому, как ориентироваться в безопасности по обслуживанию, по использованию банковских технологий. Ну, в общем, все жизненные моменты, которые могут быть. Желающих было очень много. И со всей области, и высказывали свои пожелания, и даже некоторые и возмущались в том, что они попасть не могут. Просто все должны понимать, что существуются эпидемиологические ограничения, поэтому мы ограничились двумя районами нашего города. Московский четыре команды, Ленинский две команды. И одна команда Брестского района. Поэтому детки, школ этих районов представлены, естественно, лучшие. Кто понимает в этих вопросах. И они достойно представляют наш город, наш район. К слову, в этот день финансовый турнир Бреста был не единственным. В каждом областном центре и столице прошли такие же соревнования. При этом вопросы были одинаковыми для участников по всей республике. В Брест они пришли накануне соревнования из Минска. В запечатанном конверте и держались в строгом секрете. Нам кажется, что нужно быть эрудированным человеком, чтобы ответить на все вопросы без исключения. Где-то в ход идет логика, где-то в ход идет ранее изученный материал. Так что, мне кажется, к этому подготовиться было сложно. Нужно знать и быть человеком с широким кругозором. С нами проводилась большая работа, мы готовились, изучали материалы, ну, про виды мошенничества, схемы, как-нибудь обманутыми. Быть финансово грамотными сейчас очень важно. И этого требует буквально, ну, каждая сфера нашей жизни. Надо быть очень эрудированным человеком, чтобы охватить максимально все знания, которые нужно было применить, чтобы ответить. В каждом вопросе вам будет дана фотография купюры определенной страны. Ваша задача – написать название этой страны в качестве подсказки изображения на купюре человека или объекта, связанного с этой страной. Умники и умницы штудировали банковские термины и понятия и, казалось бы, могли ответить на любой вопрос. Однако организаторам мероприятия удалось удивить и поставить в тупик даже самых заядлых знатоков. Ведь угадать денежные купюры Венгрии, Польши, Египта, Северной Кореи и других государств по изображениям, понять песни какого исполнителя принадлежат слова с финансовым смыслом, не так-то просто даже опытному взрослому, не говоря уже о подростках. Вопрос номер один. Эта группа спела. Эта леди твердит, злато все, что блестит. И она купит лестницу в небо. Время. Турнир до последнего момента держал участников в легком напряжении. Ведь сказать сразу, кто из них победитель, было действительно сложно. В тройку лидеров конкурса в 2021-м вошли команды первой гимназии, лицея номер один имени Пушкина и школы номер 20 из города Бреста. Победители получили памятные монеты от Беларусьбанка, книги по финансовой грамотности, а также самые ценные, невероятные впечатления и новые знакомства. Врач-кардиолог, терапевт, хирург. Этих специалистов мы знаем хорошо, а вот о врачах-нефрологах мало у кого найдется много информации. Сегодня, 27 марта, у этих докторов профессиональный праздник. Ускит-специалисты, которые следят за состоянием одного из важных составляющих нашего организма – почками, изучают их функции и болезни, проводят диагностику и их лечение. К сожалению, большинство почечных заболеваний являются хроническими, а потому в медицинской среде говорят, что врачи-нефрологи стареют вместе со своими пациентами. В областном центре таких специалистов насчитывается около 30. Наши корреспонденты отправились в Брестскую областную клиническую больницу, чтобы поближе познакомиться с некоторыми из них. Светлана Павлова оказывает специализированную помощь пациентам в отделении нефрологии уже 24 года. В списке ее дел, рассчитанного на рабочий день, всегда есть место для проведения качественной диагностики, а также назначения профилактических мер, которые будут способствовать предотвращению рецидивных проявлений той или иной болезни у пациента. Хроническая болезнь почек, она очень сложная. Начинается очень тихо, незаметно, безболезненно во многом, поэтому определить очень сложно. Для этого необходима целый перечень анализов и, может, даже случайной находкой. Чаще всего так и бывает. Особенно гламирулярные поражения, они характерны для них изменения только в лабораторных исследованиях. Отделение нефрологии в Брестской областной клинической больнице рассчитано всего на 42 койки. Здесь врачи занимаются пациентами, которые готовятся на гемодиализ, с людьми с осложнениями, а также с почечной недостаточностью и делают все возможное, чтобы им помочь. К слову, в отделении нередки случаи попадания пациентов смежных болезней, сахарно-диабет, урологические патологии и другие. Пациенты приходят с амбулаторного звена, как правило, с плохими анализами мочи или биохимическими анализами. Пациенты обращаются в областную консультативную поликлинику, где ее осматривает врач-нефролог и выставляет показания для госпитализации. Пациенты, попадая к нам, уже непосредственно отобраны, которым проводится углубленное обследование и лечение согласно профилю заболевания. Ежегодный кабинет врача-нефролога посещает порядка 1500 человек. Для того, чтобы лечение почечных заболеваний дало эффективные результаты, врачу важно поставить точный диагноз на основе лабораторных анализов и диагностических исследований. Кроме того, для пациентов с острой или хронической почечной недостаточностью проводят не только интенсивную терапию, но и различные методы гемокоррекции, которые включают в себя гемодиализ. Больше тысячи, я бы сказал, гемодиализов острых именно мы проводим в своем отделении. Также занимаемся еще методами другими, это проведение плазмофереза, гемосорбции, липосорбции, иммуносорбции, то есть различные методы, которыми мы занимаемся. Но это только пациенты, которые именно самые тяжелые, реанимационные пациенты, потому что у нас есть отделение программного гемодиализа, где проходит все-таки основная масса пациентов. А именно пациенты, вот именно острая почечная патология, которая требует вот такой немедленного оказания проведения гемодиализа или других методов каких-то наших, вот, то да, больше тысячи пациентов именно самых тяжелых и острых таких процедур. Специалисты отмечают, что при проблемах с почками зачастую отсутствуют болезненные симптомы, поэтому пациенты нередко попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания. Почки – это не мой орган, а значит, стоит с большей заботой и вниманием относиться к нему. Обращать внимание за своим образом жизни, особенно питьевой режим, ведь это основное. В нефрологии момент мы изучаем почки-фильтр, поэтому мы должны смотреть, что мы пьем, как мы едим, и, соответственно, следить, чтобы не было каких-то нарушений, которые приводят потом к заболеваниям неизбежным и необратимым. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Есть два способа живо заинтересовать публику в театре – при помощи великого или правдивого. Великое захватывает массы, правдивое подкупает отдельных лиц. Именно так говорила театре известный классик литературы Виктор Гюго. Этот удивительный мир искусства, появившийся много лет назад, не перестает привлекать поклонников юмора и сатиры, драмы и трагедии. Они с огромным удовольствием приобретают билеты и посещают как крупные, так и локальные постановки. За последние десятилетия функции театра расширились. Теперь публика хочет видеть на сцене не только правдивые истории и классику. Все больше и чаще в словарном запасе появляется эксперимент, новаторство, поиск. Через них публика старается как можно глубже заглянуть за кулисье мельпомены, жаждет прочувствовать всю страсть игры. В последние выходные марта театралы отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии даты наш корреспондент Анастасия Назрин-Плотницкая пообщалась с руководителем Брестского академического театра драмы Вячеславом Гарбузовым. Им поинтересовалась о новых течениях и буднях большого творческого коллектива. Международный день театра – это всегда хороший повод поговорить о чем-то особенно творческом. Ведь сегодня этот вид искусства переживает эпоху перемен. Все чаще артисты вовлекают зрителей в свои спектакли, тем самым делает этот вид искусства более открытым и чувственным. Равнодушным в такие минуты оставаться очень сложно. Многие, наверное, наши любители театра смогли поприсутствовать на последнем нашем проекте «Эта ночь в театре», которая была в этом году. Она была с интересным форматом, это был формат квеста. Скажу, что если в прошлые годы мы продажу билетов осуществляли, просто выкладывая и размещая информацию эти билеты, то в этом году мы анонсировали начало продаж и отвечу, что в текущем году буквально за час мы продали практически все билеты. И, может быть, впервые за долгое время в кассу театра стояла действительно живая людская очередь. И это довольно-таки радует, что такие проекты пользуются популярностью. И отмечу еще, что на такие проекты ходит именно молодежь в основной своей массе. Это люди 25-35 лет. Жизнь в театре всего лишь один сезон, а сезон – это целая жизнь. За это время, как правило, через работу театрального коллектива проходит около десятка различных спектаклей и постановок. И это не считая других мероприятий. Да, период пандемии отдельное направление деятельности поставил на паузу. Но тем самым, да, в публике немного соскучится по шику и возможности выйти в свет. И сейчас на отдельные постановки в Брестке театр драмы даже есть очередь. В силу ограниченности количества мест, выбранную дату попасть на спектакль сможет не каждый. Вот эта вот дистанционная рассадка, которой мы сейчас работаем с 50-процентной загрузкой нашего зала, говорит о том, что у нас многие спектакли, на которые просто не достать билеты. Это, с одной стороны, нас радует, потому что есть, скажем так, лимитированный какой-то выпуск мест и возможности попасть на то или иное спектакль, на то или иное представление. А с другой стороны, мы, конечно же, понимаем, что если бы ситуация была другая, и мы работали с полным залом, конечно же, работать на полный зал всегда интереснее и всегда приятнее. Но я уверен, что такие времена придут в скором времени, и мы опять будем работать с полным зрительным залом и использовать и получать те же аншлаги и улыбки зрителей. Как всегда, в афише Брестского академического театра драмы постановки на любой вкус, причем это касается не только сюжетных линий, но и формата – от больших спектаклей до малых работ. И, несмотря на это, каждая постановка имеет своего зрителя. Немало в последнее время было сделано для развития материально-технической базы. Время пандемии было использовано и для этих целей. Кроме комфорта зрителей, в рамках реновации были учтены и потребности творческого коллектива. Например, обновлено покрытие главной сцены. Мы занимаемся и подготовкой, и, скажем так, содержанием наших технических и наших общественных площадей, для того, чтобы нашим зрителям было здесь удобно. Конечно же, работаем над техническим оснащением нашей сцены, для того, чтобы иметь возможность всегда создать атмосферу праздника и атмосферу искусства, чтобы это были спецэффекты, чтобы спектакль проходил более интересно, и чтобы нашим зрителям было более, скажем так, приятно посещать наше учреждение. Сегодня жизнь Брестского академического театра драмы – это поток ярких и интересных событий. Совсем скоро на сцене будут представлены несколько новых постановок. Мы завершаем работу по подготовке детского спектакля «Похищение Джонни». Премьера у нас планируется 9 апреля, поэтому всех приглашаем. Готовится новый музыкальный проект, проект «Золушка». Если зрители помнят, у нас был такой музыкальный проект для детей «Спящая красавица». Он пользуется довольно-таки большой популярностью. Это и песочная анимация, и музыка классических авторов произведений в сопровождении нашего симфонического оркестра. «Золушка» у нас планируется на 24 апреля, буквально скоро. Это будет тоже интересный проект, совместный симфонический оркестр, труппа театра, когда профессиональная актриса читает, и художник, который это все прорисовывает. Это действительно вызывает интерес у детской аудитории. Сценичность, я понимаю, совсем не в нагромождении эффектов, а в том, что происходящее на сцене трогало и вызывало сердечное участие зрителей, сказал когда-то Петр Ильич Чайковский, размышляя о сущности театра. И это действительно так. Публика располагается в зале, и с замиранием сердца ожидает, что очередная история, рассказанная артистами Брестского академического театра драмы, войдет в их душу, сердце и отзовется чем-то родным и знакомым. А для всех, кто причастен к миру Мельпомены, в этот день звучат торжественные слова и искренние поздравления. Я хотел бы поздравить не только всех работников, сотрудников театра, но и всех любителей театральной сферы с этим удивительным праздником. Всегда ждем вас в стенах нашего театра. Всегда рады вас видеть, рады видеть вашу улыбку, вашу энергию. И всегда ждем вас. Приходите, будем рады. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербай, Александр Макаревич специально для итоговой программы. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин